Вика, сегодня мы с тобой провели интеллектуальную викторину, посвященную Международному Дню Дефектолога. Она проходила в нашем колледже, но, к сожалению, из-за некоторых обстоятельств не все желающие смогли посетить нашу викторину. Некоторые далеко живут, некоторые в связи с болезнями и эпидемиологической ситуацией в стране также не смогли приехать. Как ты думаешь, как можно решить эту ситуацию? Ну, смотри, Алин, все довольно просто, ее можно провести в онлайн-формате. В онлайн-формате? А где? Ну, я очень много изучала это, и мне очень понравилась платформа Google Meet. Там можно спокойно провести и со всеми побеседовать. Ничего себе. А что это за платформа? Можешь мне ее показать? Да, конечно. Смотри. Мы открываем Google Диск, Google Meet. После этого мы с тобой начнем встречу. Мы ее можем создать, ее спокойненько назначить время, запланировать даже в Google Карту, то есть на определенный день. А мы можем начать ее сразу? Конечно. Спокойно сразу же начинаем. Нам подается ссылка для участников, мы ее просто всем разошлем по почте и все. То есть к нашей онлайн-викторине смогут присоединиться много желающих? Конечно. Просто по одной ссылке? Да. Главное, чтобы каждый был зарегистрирован в Google Meet. У каждого был Google свой аккаунт. Ну, я думаю, Google аккаунт есть у всех людей и создать его не составит проблемы. Да, но проверим мы его с тобой сегодня в очном формате и у нас были группы. А как лучше сделать, чтобы это было в онлайне? Ну, мы можем пригласить участников, и каждый участник будет отвечать сам за себя на определенное количество вопросов. У нас с тобой есть заготовленная презентация, которую мы также представляли на викторине в колледже. И ее мы можем продемонстрировать также на онлайн-платформе. Ммм, довольно интересно. Должна получиться. Давай попробуем? Давай. Не только презентацию. Да. И по качеству видео они отличаются. У всего должно все работать. Замечательно. И у тебя даже работают все эффекты в презентации. Да. Получается, ты руководишь этой викториной точно так же, как и в колледже в очной форме. Да. В этой платформе есть чат? Да, есть чат. Вот. В этом чате, к примеру, участники могут писать номера вопросов. А некоторые здесь же можно пользоваться звуком? Конечно. Вот. А некоторые участники могут по очереди называть номер вопроса. Совершенно любой. Вот. И ты будешь его просто открывать. Да. И каждый участник, который назвал правильный ответ, будет получать один балл. Так же, как и в нашей викторине в колледже. Здорово. У нас довольно будет простой подсчет баллов. И я думаю, не составит труда подвести итоги и выбрать победителя. Да, Вика, давай подредактируем правила. Тогда на онлайн формате у нас все участники смогут изучить эти правила. И им будет все просто и понятно. А потом нам еще нужно будет пригласить жюри, чтобы они приследили за нашей викториной. И также еще нужно тогда назначить дату и время викторины. Да. Это очень хорошая мысль, я считаю. Думаю, многие ребята будут рады поучаствовать в нашей викторине.